Христос воскрес Христос воскрес Дорогой Небесный Отец, Господь Иисус, я благодарю Тебя за эту возможность сейчас здесь, при лицом Твоим, Господь, и перед Твоим народом, Господь, делиться тем словом, которым Ты положил на сердце, Мое, Господь. И пусть это слово будет, как огонь, сжигающийся, то, что мешает детям Твоим идти путями Твоими, Господь. Да будет это слово Твое, как елей, освобождающий и исцеляющий, о всякой немощи и слабости. Да будет слово Твое, Господь, как мед, благословляющий и наполняющий наши сердца миром, радостью и покоем. Спасибо Тебе, Господь. Благослови меня сейчас иметь твердость в духе, в теле, Господь, и дерзновение говорить то, как Ты бы хотел сказать народу Твоему. Благослови во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Знаете, сейчас это слово, ну, я понимаю, когда слушал Ромасия Бекларовича, Евгения Александровича, прям все в унисон, поводительство Духа Святого. Знаете, слово, которое сегодня хочу поделиться с вами, это будет слово о почтении и почитании. Я понимаю, когда вникал в это слово, размышлял над ним, я понимаю, что без этих двух слов невозможно прожить в полноте христианскую жизнь и достичь небес. Поэтому я думаю, что оно имеет важность в нашей жизни христианской. Ну, перед началом я зашел в словари и углубился. Вы меня просите, сейчас я буду читать, сейчас я буду просто проговорить то, что уже вложит Господь на сердце. Слово почтение для начала, да. Почтение – это проявление глубочайшего уважения кому-либо. И это будет обязательно проявление в действии Божьем. Потому что почтение, оно... Человек достиг этого уважения, прилагая множество труда и усилий. Почтение – это уже будет следствие его труда. Но мы, как духовные люди, вникая в это слово, мы вникаем в глубину и находим в этом слове слово «любовь». Любовь, которую мы проявляем к нашим родным, к нашим близким, к нашим друзьям, соседям. Почтение мы проявляем к пожилым людям, даже к старшим себя. К братьям, сестрам внутри нашей церкви. Даже к тем людям, кого мы не знаем, но мы видимся с ними. Когда мы пробиваем, уезжаем в город, работаем на работах и так далее. И везде, везде в нашем сердце будет любовь. Аминь, дорогие. Аллилуйя. Слово «почитание», оно имеет более духовное значение. И в этом слове основанием является это благоговение, преклонение, поклонение и, конечно же, любовь через почтение. Поклонение. Давайте попробуем разобраться в этом слове. Благоговение. Это трепетное преклонение пред величием и всемогуществом Божьим. И безграничное доверие Его слову. Аминь. Что такое преклонение? Преклонение – это в прямом смысле преклонить к олене, в послушании и в кротости. Что такое поклонение? Что означает слово «поклонение»? Поклонение – это образ жизни, дорогие друзья. Образ жизни – это там, где мы можем просто угождать нашему Богу своей жизнью. Там, где мы можем делать то, что мы можем делать, как для Него и во славу Его. Аминь. А что такое почтение? Почтение, мы уже проговорили, это любовь к нашим ближним. Слава Иисусу! Слава Богу! Как-то Иисус спросил учеников своих, за кого люди почитают меня, сына человеческого. Давайте прочитаем это Матвея, 16 глава, с 13 по 17 стих. Придя же в страны... Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, сына человеческого. Они сказали, одни за Яна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию, и за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоти кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. Аллилуйя! Знаете, в этом контексте здесь говорится о том, что за кого почитают меня люди, за кого принимают или принимаете. И Петр, Петру было открыто Богом в Духе, в Духе Святом, и он это проговорил. Аминь! А за кого мы сегодня почитаем нашего Господа Иисуса Христа, что откликается в наших сердцах? Знаете, у меня был небольшой такой опыт, не опыт, а случай в моей жизни, когда я переехал в Краснодарск, Новороссийска, и участвовал практически во всех мероприятиях, в каких можно было участвовать, и выехал, у нас тогда еще служение было, тоже евангелизационное было служение, мы выехали в город, там есть Дендрариум такой парк, вот, я вышел проповедовать тоже там с газетками, горящий евангелист, молодой, зеленый слегка, ну и сейчас мы все зеленые. И встретился на моем пути человек, достаточно очень грамотный, и я начал ему говорить о Христе, говорить, проповедовать о Евангелии, и он в силу своей грамотности, своего знания, в течение каких-то десяти минут там пытался меня переубедить. Я, говорит, прочитал эту книгу, я прочитал Священное Писание, и не один раз. Я не увидел в этой книге ничего духовного, и я вижу Иисуса Христа как просто персонажа из этой книги. Что мы сегодня читаем? Как мы читаем Священное Писание, и что мы переживаем, когда мы вникаем в Слово, Слово Божье? Матвеев, 17 главе, с 1 по 6 стих, сначала по 5, потом уже по 6. Здесь написаны такие строки. «По прошествия дней шести взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна и брата его, и возвел их на гору высокую одних. И преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце. Одежды его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья, и с ним беседующие. При этом Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем тебе кущи, тебе одну, и Моисею одну, одну Илью». Внутри, да, человек стал переживать это, да? Вот это вот присутствие Божие, насколько это сильно. Когда Он еще говорил это, «Облако светлое осенило их, и сеглас облако глаголющий, говорит, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте». Аллилуйя! Здесь, в этом местописании, Отец открывает Иисуса Христа, как Сына Своего. И в другом местописании, Иоанна 10, 30 глава, Иисус говорит, подтверждает это. Я и Отец одно. Но мы считаем, что интересно дальше. Дальше реакция учеников. Учеников на это. В 6 стихе мы читаем. «И услышав ученики, пали на лица свои и очень испугались». Аллилуйя! Знаете, страх и трепет объявл их сердца. Они внутри, в духе поняли, кто к ним сейчас говорил. И проявилось вот это вот преклонение и поклонение, предвеличенное всемогуществом Божиим. Еще раз. Что мы переживаем, когда мы приходим сюда? Мы просто приходим по обыкновению на воскресные собрания. А что мы переживаем, когда мы приходим на домашнюю церковь? А когда мы читаем Священное Писание, переживаем ли мы присутствие Божие? Мы слышим голос Божий, с кем-то разговаривает Господь через Слово Его? Все ответы на все вопросы мы найдем только в Священном Писании, если мы будем его вникать. Аллилуйя! Что в нашем сердце? Ведь наше сердце – это индикатор. Индикатор нашего хождения перед Богом и хождения за Ним. Аминь! Пасть на лицо – это не что иное, что пасть на колени. И стоять перед Богом на коленях – это честь, друзья. И не каждому, кстати, это дано. Аллилуйя! Помните царя нашего, царя Давида, он наш брат, царя Давида. Сколько псалмов написано, где сокрушался он сердцем искренне. И Бог его назвал мужем по сердцу моего. И помните, когда он лежал на лице, когда Бог взыскивал с него за грех, совершенный им. Когда забирал первенца его. И он лежал на лице, он каялся, он искренне преклонялся перед ним. И это положение – раба перед Господином своим. Аминь! Аллилуйя! Ну, Иисус идет дальше. Слава Богу! Иисус идет дальше. И, я думаю, где-то шокирует учеников своих, тогда, когда их отношение его он проявляет как к друзьям. Он это говорит, мы читаем Иоанна 15 главу. Иоанна 15 главу. С 13 по 16 стих. Нет больше любви, нет той, нет больше той любви, как если бы кто положил душу свою за друзей своих. Иисус говорит, вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Это слово «если», оно будет сопровождать нас очень часто в нашей жизни. Слово «если» – это условие, которое требует от нас Господь. «Я же, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал. И поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. И чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца Моего во имя Мое. Он дал вам. Аллилуйя. Аллилуйя. Знаете, ведь Иисус мой друг. Кто-то переживал это чувство? Иисус мой друг. Не просто Бог, Он говорит, вы друзья мои. Аллилуйя. А мы часто приходим к Нему, как к другу? Или мы чаще всего приходим, когда нам что-то нужно? Чтобы Он нас исцелил, чтобы Он нас благословил, чтобы Он направил. А как к другу? Проявляя любовь к другу. Ведь отношения друзей строятся на... Без претензий. Без обязательств. Без требований. Эти отношения строят на доверии, на искренности и на верности. Но самое главное, на любви друг к другу. Аминь. Отношения строящиеся на любви подразумевают обязательство собой будет в жертву. Иисус доказал нам свою любовь, принеся в себя в жертву за все человечество. Аллилуйя. Знаете, я проходил когда-то реабилитацию. Это было, правда, давно. Но я очень благодарен тому времени. И когда я начал вникать и понимать, за что я хотел задаться вопросом, за что у меня грешника, которого достоин просто взгинуть с этой жизни, Бог меня исцелил, освободил и сегодня проявляет настолько много любви. И я задался вопросом, а я люблю Бога? Нет, я не спорю, что Бог, и не оспариваю его чувства ко мне. Я знаю, если настолько Бог любит меня сегодня, я бы здесь просто бы не стоял. Меня бы давно сожрали бы черви, извините за прямоту. Задался вопросом, я люблю ли Бога? И на что я готов ради Него? Я думаю, здесь есть о чем задуматься. Аминь. Знаете, пусть я хочу рассказать вам неканоническую притчу, чтобы немножко, как говорится, расправить, не расправить, а разбодя сейчас серьезные наши отношения. Слава Богу. Знаете, я слышал одного проповедника, и он рассказывал такую неканоническую притчу. Спрашиваю, говорит, одного прихожанина, он слушает, говорит, дорогой, ну вот ты вот ради Христа можешь не курить? Он говорит, могу не курить. Ради Христа можешь не пить? Могу и не пить. Ну а ради Христа ты можешь не блудить? Ну, говорит, могу и не блудить. А жизнь ради Христа ты можешь отдать? Он говорит, конечно могу, зачем мне такая жизнь нужна? Но мы хотим не из-за этого не позволять себе согрешать, а от любви к нему. Правильно говорю? Аллилуйя. Но есть одно условие, дорогие. Это Матфея 7 глава, 21 стих. Матфея 7 глава, 21 стих. Здесь написаны такие строки. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Аллилуйя. То есть Господь не требует от нас такой же жертвы, что совершил Он. Нам всего лишь нужно, вникая опять же в Слово, в Его, наставляя, принимая Его, и исполнять волю Отца Небесного. Как это сделать? Вникать, читать, пропитываться Священным Писанием. Ведь если мы не будем знать, мы не поймем, что хочет от нас Господь. Аминь. Пусть вот маленький такой пример. Он пришел на память мне, когда я первый раз говорил об этом Слове. Я сейчас выйду вот отсюда, седу на автомобиль, на котором я не умею ездить, и не знаю правил дорожного движения, и выскочу на трассу, которая там проезжает. Что случится? Трагедия. Трагедия. Я сам могу погибнуть. И кому я могу помешать на пути следствия? Другому автомобилю. Трагедия. Гибеть просто-напросто. Но когда мы вникаем в Священное Писание, мы понимаем, мы видим, что от нас хочет Господь. И нам только нужно просто быть, не придумывать свое, не накручивать, а в точности исполнять то, что хочет от нас Иисус Христос. Аминь. И это все для нашего блага, дорогие друзья. Да, бывает это сложно, но это все возможно, друзья. Аллилуйя. А кто хочет стать учеником Иисуса Христа? Кто хочет стать? Аллилуйя. Вы все руки подняли, значит, это хорошо. Это Господь видел все. Почему задаю этот вопрос, друзья? Да потому что это очень важно. Это, знаете, это прямое проявление почтения к нашему Господу и к Его задачам, которые Он ставит своим ученикам. Давайте прочитаем Луки, 14 главу, 27 стих. Очень интересный стих такой. И кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником. То есть, по-другому получается, можно приходить в церковь на воскресное служение, можно приходить на домашнюю церковь, можно еще где-то участвовать в каких-то мероприятиях церковных. Но если ты не берешь своего креста, ты не можешь быть учеником Иисуса Христа. Многие говорят, мы же веруем. Но в слове, по-моему, Якова написано, что и бесы веруют и трепещут. А что нам остается? Нам, как ученикам и идущим за нашим Господом, нам нужно в кротости смирения и в послушании взять свой крест, взять ту ответственность, которую хочет верить нам каждому Господь, где хочет нас употребить и идти за Ним. Для того, что самое главное, не остаться на стороне, когда придет время, а восхитить ту награду, которую Бог нас предоставляет, и в свое время с Ним встретиться. Аллилуйя! И этим, что мы исполняем волю Отца нашего Небесного, мы тем самым проявляем ответную любовь и доверие нашему Господу Иисусу Христу. Слава Богу! Аминь! Господь сказал, я создам церковь мою, и врата ада не одолеет ее. Матфея 16, 18. Кто такая церковь, друзья мои? Это здание? Или какое-то помещение, в которое есть красочные украшения? Или атрибутика, которая наполняет эти помещения? Нет, друзья. Церковь его – это мы. Это мы с вами. А порознь, порознь – мы члены церкви. Это 1 Коринфян 12, 27. Кстати, хорошая глава, можно в нее вникнуть. Пусть это будет домашним заданием, просто поразмышлять немножко о ней. И, может быть, на домашних церквях вы поделитесь, с чем вы переживаете, и о чем Бог, как Бог вам вложит на сердце, где бы вас хотелось употребить. Аллилуйя. И у каждого из нас, как у члена церкви, есть свое определенное предназначение, которое мы просто должны выполнить. Аминь. Разумным вопросом он будет, а какое мое предназначение? Опять же, ответы мы найдем в Священном Писании, в личных отношениях с нашим Господом Иисусом по водительству Духа Святого. Аллилуйя. А если коротко, опять же, взять свой крест, не пытаться его переложить на кого-то, а взять его самому, нести его в кротости, в смирении и в послушании. Аллилуйя. Аллилуйя. И позволяя Господу, позволяя Господу раскрывать в нас те дары и таланты, которые он еще вложил еще до создания мира. Аллилуйя. Аллилуйя. Ефесянам, 4 глава, 11-12 стихи, мы читаем такие строки. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Аллилуйя. То есть, церкви. Здесь апостол Павел раскрывает нам уже структуру строения церкви на дело служения. И отсюда мы имеем основание, что каждый человек, который стоит впереди того или иного служения, который имеет место быть в церкви, он не просто какой-то самозванец. Это человек, который поставлен Богом для созидания церкви. Вы согласны со мной? Наше объединение состоит из 78 поместных церквей, если мне память не изменяет. Как вы считаете, служители этих церквей, во главе которых стоят эти люди, они от Бога или от человеков? Аминь. От Бога. И те команды, которых собирает тот лидер, которого поставил Бог для служения церкви и созидания, они от Бога. Аминь. Вникая в послание к римлянам, 13 главу, мы понимаем, что каждый служитель, которого поставил Бог на то или иное служение, автоматически наделяется определенным видением и властью для устроения порядка и устройства Божьего в том служении, которое веряет Господь. Аминь. И не столь важно, пастор ли он в церкви, пастор ли домашней церкви, пастор ли витов или молодежного служения, мужского, женского, царских охотников, ну, у нас масса, масса служений, и везде должен быть тот глава, тот лидер, за которым пойдут люди, которому Бог будет верять эту ответственность. Аминь. Истина в том, что каждый человек, каждый человек, это Богом поставленный. Разделяет их только объем ответственности и структура того или иного служения. Вы с вами согласны? А вот как мы к ним относимся и как мы их почитаем, это, друзья, уже наша ответственность перед тем, кто поставил этих людей старшими в том или ином служении. Аллилуйя. Эти служения только созидают церковь. Аллилуйя. Знаете, приходит на память, я буду уже заканчивать, простите, наверное, я очень быстро все... Наверное, очень быстро я все проговорил. Знаете, хочется... На память приходит одно местописание, одно местописание, которое очень часто меня отрезляло и отрезляет в течение всего этого короткого моего христианского пути. Это Галатов, 6 глава. Галатов, 6 глава. 7-8 стих. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Аминь. Аллилуйя. Сегодня мы, друзья, живя внутри церкви, внутри тела Христова, должны не забывать об этом, потому что каждое наше слово, каждое наше действие... Я не говорю сейчас о финансах. И финансы тоже. Они будут приносить плоды. Вопрос, какие плоды? От наших поступков, от наших слов мы будем и пожинать. Знаете, хочу рассказать небольшую свою историю, опять же, в своей жизни. Когда я переехал в Краснодар, Бог поместил мне в одну домашнюю церковь. Неположительный, скажем, пример, но это назидательный пример для меня лично. Поместил в домашнюю церковь. Я в то время уже учился в институте, в Московский телогенческий институт. Я там уже столько много стал узнавать. И я пытался все это принести в домашнюю церковь. То есть мне казалось, что она была немножко скучная, она немножко не была живой. Я там ее разбавлял, бодрил, спорил с пастором, что-то доказывал. А потом ко мне еще приезжали мои одноклассники с новороссийскими. Мы там уже втроем там. Вот. Что-то пытались доказать на основании Слова Божьего. Но это было неправильно. И вы знаете, я потом стал это все пожинать. Когда уже Бог, прошло время, и Бог почтил меня и поставил меня самого пастором домашней церкви, я стал пожинать вот так. Потому что каждая посеянная семечка, она приносит плод в 30-60-й, во 100-крат. Поэтому нужно следить за своими словами, за своими поступками. И я пожинаю, хочу сказать, я до сих пор пожинаю. Будучи уже групповой пастор, я до сих пор это все переживаю. Мои посевы, когда-то я посеял. Проявляю высокомерие, гордость, надменность. Аллилуйя. Друзья, знаете, давайте будем заканчивать. Наша задача молиться. Молиться за наших старших служителей. Молиться, благословлять, поддерживать. Для того, чтобы церковь росла, умножалась и благоухала. Аминь. Помните историю Моисея, да? Когда, по-моему, с амаликитянами они там воевали. Израиль воевала с амаликитянами. И Арон, и Ор поддерживали руки Моисея. Когда руки были вверху, они побеждали. Когда руки тяжелели, и он опускал, они начинали проигрывать. И пусть каждый из нас, знаете, вот правда мы поймем это. И что старший служитель, он имеет большую ответственность. Ему нужно помогать. Помогать и поддерживать, чтобы он самому возрастать в этом. И чтобы, самое главное, мы исполнили свое предназначение. То, чтобы церковь росла и развивалась. Аминь. Спасибо большое. Дорогой Небесный Отец, Боже Святый, спасибо тебе, Господь, что ты сейчас был вместе с нами, Господь. И ты поддержал слово, которое ты вложил в мое сердце. Что я смог его проговорить по водительству Духа Святого. И пусть правда это слово. Если, может быть, я где-то не смог выговорить ту глубину, которую оно имеет, место быть. Господь, ты сегодня, ты сейчас, ты произведи эту работу и поменяй, исцеляй, благословляй, Господь. И направляй детей твоих Божьих к пути вечному Божьему. Благослови и укрепи. Пусть это будет живым, слово будет живым и действием. В каждом дне жизни нашей. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok